это что такое это мама это кто сделал я нет тот кто тебе панперс на голову отдал так ну что ребят будем готовить с вами кушать чтобы на обеда пора что-то делать я здесь взяла свининку я не мешаю отдельные миски яйцо отдельная миска там с сухолями панировочными я взяла мясо посолила его поперчила добавила туда одно яичко помешала это все прям туда насыпала сухари еще раз помешала и получается то же самое просто посуды намного меньше теперь я это сейчас все обжарю с обоих сторон в общем у меня здесь промытый рис прям пока вода не стала прозрачная дальше снизу я смазала чуть-чуть масличком чтобы не прилипало выложила рис в панировочные муки и яйца соль в общем перчик кому как что нужно а я это обжарила делаем здесь у меня обжаренные овощи а здесь у меня лук морковка стручковая фасоль белая капуста но она цветами называют белый и горошек я это все тоже обжарила и здесь у меня вот такая вот жижица выглядит конечно не очень но она нам такая нужно здесь у меня два стакана риса значит здесь у меня 4 стакана воды 2 к 1 прям капелька маслица у меня чесночная я беру потом укропчик лук перец чесночок сухой в общем кому какие приправы нравятся этим мы потом будем заправлять в общем рис сейчас я выложу наверх овощи сверху положу наше мяско и залью это все нашей жижи вот так я разложила овощи на рис теперь мы это все зальем так вот потихонечку равномерно наши жижи ухты мест куда в общем видите побольше оправдывай овощи когда я обжаривала я их не садила потому что у нас все наши приправы будут наши жижи ну и теперь я вот это топить я их не буду сейчас вот так вот здесь как-нибудь сверху уложу в общем вот такая вот красота у нас здесь получается теперь мы это все отправляем пока не будет готов наш рис я кстати поставила на 190 градусов на нижнюю и верхнюю все вот такая вот вкуснятина у нас получилось пришли мы на дачу нас почти 40 градусов и ветерок такой прям теплый теплый дует прям горячее неприятно сейчас пришли на дачу хотим немножко охладиться время 10 минут четвертого у меня осталось где-то грубо говоря полчаса покупаться потом собраться и у нас сегодня еще теория и спорт понедельник так что пойдем сейчас искупаемся и поедем париться если честно надеялась что они сегодня откажут ну отменят спорт все но нет вот так давай его сюда давай резать будем садись да не купайся в общем все мы позанимались о нет мы не позанимались что мы сделали мы у нас теория была проходили тему питание то есть причины питания кто-то кушает там из-за стресса кто-то кушает там просто потому что вкусно кто-то там кушает в общем кто что из-за любви из-за любви да кто-то там чувствует себя одиноким в общем у кого как ну и потом какие а как консеквенции по-русски последствия последствия точно в общем какие потом последствия у кого-то там чувство что он сделал что-то неправильно и он чувствует себя виноватым кому-то стыдно зато сколько он съел и почему он это сделал в общем вот такая вот была сегодня тема и теперь мы пойдем заниматься спортом в общем пойдем заниматься спортом спортом мы будем сегодня заниматься в парке на улице 36 градусов по крайней мере у меня машина сейчас так показывает духотище невозможно и мы сейчас пойдем на улице заниматься спортом ну что ребят мы аля позанимались прошло после того как я записала последнее видео ну минут 10 наверное 15 максимум а мы вышли встретились с тренером все супер мы мы сегодня были вдвоем плюс тренеру себя бы занимались позанимались шикарно но начался сильный дождь поднялся прям такой конкретный ветер и все мы сказали что ладно росписи поставили типа позанимались все в общем я не знаю теперь мои чего на даче теперь сидят спортом у нас позаниматься не получилось из-за погоды я сейчас иду на дачу потому что мои застряли там мама должна была отвезти или здание домой но не вышло начался сильный дождь они там застряли иду теперь туда ну это слышите гремит и молния такая прям конкретная был вопрос если у меня еще братья и где мой папа почему только маму видно а потому что папа потому что мой папа живет в россии они с мамой разошлись когда я была еще совсем маленькая братья братья у меня есть два брата один живет здесь по маминой линии а есть еще по папиной но я его особо не знаю мы к сожалению не общаемся но он есть оба младшие а что еще про себя рассказать вам я даже не знаю не знаю задавайте конкретные вопросы задавайте а 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...